Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Батия по тексту греческой саптуагинты в переводе Павла Юнгерова. Сегодня мы будем читать десятую главу, которая в основном содержит в себе ордословные линии. И мы читаем с первого стиха и ниже. Таковы суть роды сынов Ноевых Сима, Хама, Яфета, и родились у них сыны после потопа. Сыны Яфета, для нас это очень важно, это как раз индорийские народы, от которых европейцы и славяне. Гомер, и Магог, и Мадай, и Иован, и Элиса, и Фавел, и Масох, и Ферас. Масох, кстати, в старой русской литературе отождествляется с Мордвою, древние жители Москвы. Магог, равно как и Гог, это северная земля у пределов севера. А по отношению к Святой Земле предел севера – это как раз наша с вами Россия. И сыны Гомера, Асханас, Ирифав, и Фургама, и сыны Иована, Елиса, и Фарсис, Китяне и Родяне. От всех отделились острова, всех народов земли, их каждый по языку, в племенах своих, в народностях своих. И хотя о разделении языков будет говориться в Библии дальше, не в этой главе, уже предлагается обобщение о том, что все разделены по своим языкам. Это значит, что хронология событий в Библии не всегда прослеживается. Это не учебник истории. Сыны же Хама, то есть негроиды, Хус, я напоминаю, Яфета, значит, красивый, Хам горячий, то есть эмоционально-темпераментный. Хус, и Мисраин, Фуд, и Ханаан, вот народы Ханаана, они, видите, они не семиты. Сыны Хуса, Савва и Вила, и Савава, и Регма, и Сававака, сыны Регмы, Савва и Дадан. Хус же родил Нимврода. Нимврод – это очень такая таинственная личность в Библии, и в святоотеческой традиции к нему разные отношения. Некоторые отцы его хвалили, но большая часть отцов считают, что это прообраз Антихриста, это враг Авраама, это вообще инициатор построения Вавилонской башни, такого серьезного восстания конфедерации народов против Бога. Хус же родил Нимврода, сей начал быть Исполином на земле. Это был Исполин-ловец пред Господом Богом. Посему говорят, как Нимврод Исполин-ловец пред Господом. Мы еще посмотрим комментарии о нем. Началом царства его были Вавилон, Иорех, Иорхат, Ихолани, земле Сынаар. Ну, ничего хорошего. Из земли той вышел Асур и построил Неневию, жители Неневии тоже, негроиды, хамиты. И город Ровов, и Халах, и Дасем между Неневией и Халахом – это большой город. Масраин же родил Лудима, и Нефалима, и Энамитиима, и Лавиима, и Патросониима, и Хасмониима, от коего вышел Филистим и Гавориайма. Здесь речь идет как бы и о Плештим, Плештим – это филистимляне, но вообще устоявшаяся точка зрения, что филистимляне все-таки были как раз связанными больше с Иофетом. Возможно, было смешение народов, они же с Крита прибыли на Святую Землю. Ханаан же родил Сидона, первенца своего, и Хетея, и Ефусея, и Аморея, и Геркисея, и Ивея, и Арукея, и Асинея. Вот среди этих имен, имена тех народов, которых Бог повелел прогнать с той земли, то есть они там незаконно находились. И Ародия, и Саморея, и Амафию, и после того рассеялись племена хананские. И были пределы хананейские от Сидона до входа в Герару и Газу, до входа даже в Содом и Гаморру, до Адмы и Саваима, вплоть до Даса. Здесь мы видим, что жители Содома и Гаморры, печально известные города, они тоже были хамиты. Сии сыны хама по племенам своим, по языкам своим, по странам своим и по народам своим. И у Сима родились дети, а это уже семиты. У него отца всех сынов Эверовых, Эверовых, значение этого слова, от которого близко по звучанию слова «еврей», то есть с другой стороны Ефрата, то есть человек, который оставил Миспотамию. старшего брата Иофета, то есть Сим был старшим над Иофетом. Сыны Сима – Элам и Асур, Арфаксат и Лут и Арам и Каинан, сыны Арама – Ос и Ул и Готер и Масох и Арфаксат родил Каинана, Каинан же родил Салу, Салу же родил Эвера. «И родились у Эвера два сына, имя одному Фалик, ибо в одни его разделилась земля». То есть в его дни, в одни Фалика, произошло вавилонское столпотворение, потому что после него как раз разделились. «А имя брату его Иектан, а Иектан родил Эл-Модата, и Салефа, и Сармофа, и Иараха, и Одора, и Авила, и Декла, и Авала, и Авимаила, и Софемфа, и Уфира, и Эвила, и Иавава, эти все сыны Иоктана. И последние их были от Маси вплоть до входа в Сафиру до горы Восточной. Это сыны Сима, то есть Симиты, по племенам своим, по языкам своим, по странам их и по народам их. Таковы поколения сынов Ноевых, то есть как родоначальников человеческих рас, по родам их, по языкам их. От них расселились острова народов. Острова народов, то есть все племена. А что значит острова? Имеется в виду обособленные народы, подобно островам на море. То есть обособленные морем, а эти обособлены языком и родством. Острова народов на земле после потопа. Это конец сегодняшней главы, но для нас очень важно вернуться к ним роду, потому что споры по поводу этого персонажа идут до сих пор. Ефрем Сирин писал, что Немрод исполнитель воли Божией. О Немроде сказано, он был сильный зверолов пред Господом Богом, потому что он по Божьей воле вел брань с каждым племенем и принуждал племена эти удаляться в те страны, какие назначены им были Богом. То есть после разделения языков они не хотели расходиться, и он их разгонял, чтобы они жили там, где им Бог назначил. Ироним Блаженный, это его известная книга, еврейские вопросы на книгу Бытия. Немрод первым стал править как тиран. Немножко другая характеристика. Что ранее было не принято в народе, и правил в Вавилоне, названном так, потому что там смешались языки строителей башни. По-еврейски Вавилон это Бавель. Ибо Вавилон означает смешение. Правил он и в Эрехе, нынешней Эдесе, и в Акаде, который теперь называется Несибии, и в Халне, которое позднее по имени царя Селевка стал называться Севликии, и который теперь именуется Ктесифоном. Конец цитаты. И пруденции, и пруденции, древнехристианский поэт, Экзегет, в своей работе о происхождении греха писал «Вот он, неброд, жестокий охотник, который метким ударом карает без устали души, что зазевались тот, кто по скалам, лесистым и тропам, извилистым рыщет, к миру трепещущему, подбираясь обманным коварством, тех он сплетениями лжи и обмана стремится опутать, этих в сражении вступая, он давит в гигантских ручищах, и погребальный триумф повсеместно обильно справляет». Вот, казалось бы, такая разная характеристика одному персонажу. И притеща антихриста, и исполнителя воли Бога, и палач, и тиран первый на земле. А почему? Немрод это первый политический правитель, основатель первого государства. А государство любое – это и тирания, и войны, и установление справедливости, и установление порядка. Это всегда что-то такое нравственно неопределенное, громадное, страшное, ужасное, манящее и притягательное. Поэтому может быть вот поэтому личность Немрода она такая противоречивая, хотя в древних преданиях нету сомнений, это будущий враг Авраама, это враг единобожия, бросивший вызов самому Богу при построении Вавилонской башни. Но любое государство в той или иной степени бросает вызов Богу. Почему? Потому что верующие христиане молятся на всей планете «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, обращаясь к Богу Отцу Небесного». Это значит, мы просим Бога всякий раз, когда читаем молитву Господню, чтобы рано или поздно Господь уничтожил все земные формы правления и установил свой теократический порядок. И похоже, что разные формы власти это чувствуют, хотя мы молимся за властей, за правителей, за разных правителей. Когда апостол Петр писал «Бога бойся, царя чти», кто был царь? Кесарь, Нерон, которого в апокалипсисе называют зверем из бездны предтечи Антихриста. Да, мы молимся за власть, но мы понимаем, что человеческое царство это одно, а царствие Божие это другое. Человеческая власть и теократические принципы это то, что не совпадает. Поэтому всегда при любом строе, при любом государстве церковь оставлял за собой право не соглашаться с теми светскими законами, которые принимались большинством, и они входили в противоречие с законами Божьими. И выбирая между волей человеческой, божественной, мы всегда выбираем божественную. Христиане это люди, которые идут против течения. Как и само понятие еврей, от слова эвер, с другой стороны и фрата, оно означает, кстати, не национальную принадлежность Библии, а принадлежность к вере Авраама, то есть это определение единобожия. А что значит еврей? Ты по одну сторону реки, а весь мир со своими государствами, аппаратами насилия, и своей цивилизацией греховной по другую сторону. Действительно верующие странники пришельцы в этом мире, и мы всегда в этом мире чужие, хотя мы молимся за правительство, за властей, кому честь, честь, кому оброк, оброк, кому подать, подать, и мы хорошие граждане своей страны, любой страны, потому что мы исполняем законы, но только в той части, где они не противоречат законам. Божьим. Спаси Христос. Спаси Христос.